Здравствуйте! В эфире программа «Маховая-9» в проекте «Новости образования Москвы» на канале «Просвещение». В студии работает Анна Хаирдинова. В конференц-зале факультета журналистики состоялось итоговое в этом году мероприятие 4-го всероссийского конкурса инновационной журналистики «Техин-Медиа». Известные журналисты рассказали о своих работах, а организаторы – о дальнейших планах развития конкурса. В этом году конкурс проводится уже в четвертый раз. Это говорит о заинтересованности нашего общества в культивировании и продвижении деятельности журналистов, которые занимаются освещением научных инноваций. Для нас инновационная журналистика – это достаточно широкое понятие. Проще его определить через те номинации, которые мы, собственно говоря, провещали в этом году в программу конкурса. Это и популяризация науки, и продвижение истории успеха технологического предпринимательства, и более специальные темы, привязанные к технологической или научной повестке, такие как «Advanced Manufacturing», продвинутое производство, «Life Sciences», «Науки о жизни». То есть это те направления, которые кажутся нам важными, перспективными с точки зрения стимулирования интереса к ним со стороны журналистов. Конкурс проходил в несколько этапов. Первые четыре этапа были посвящены таким темам, как технологическое предпринимательство, продвинутое производство, популяризация науки и науки о жизни. Жюри оценивало работы в номинациях «Лучшая публикация в федеральном и региональном печатном СМИ», «В интернет-СМИ», «Лучший теле- или радиорепортаж». 3D-ручка размером побольше и потолще обычной. Пишет тоже чернилами, только они специальные. Происходит процесс выдавливания полимера, и под действием ультрафиолета полимер наш затвердевает. И сама ручка, и полимерные чернила – разработка томских инженеров. Специальные гости мероприятия подвели итоги конкурса в 2014 году. Особое внимание было обращено на распространение инновационной журналистики по регионам России. У меня есть очень много информации про этот конкурс. Он действительно заслуживает всяческого уважения. Смотрите, в этом году было представлено заявок от 220 участников, представлявших 34 региона Российской Федерации и две зарубежные, настоящие зарубежные страны – Украину и Корею. Более половины победителей живут за пределами Центрального федерального округа. Это значит, что все-таки научная журналистика становится общероссийским явлением. На мероприятии обсуждали взаимодействие предпринимателей и ученых со СМИ. Небольшой мастер-класс был посвящен тому, как представителям науки можно выстроить эффективную коммуникацию с журналистами. А что касается того журналистики, главное, конечно, искренний интерес, чтобы ученые поняли, что не случайно человека интересуют тем же, чем он. И важно какое-то совпадение в ценностях с тем человеком, который он интегрирует. Вообще не надо идти в новую журналистику, если вам интересна журналистика, а не наука. От того, что журналисты будут чаще писать о науке, больше ученых, возможно, и не станет. Но главное заключается в том, что таким образом будет привлечен интерес публики к различным исследованиям в нашей стране. Это, получается, мощный проект вообще по продвижению российских инноваций, по продвижению российской науки, поскольку, естественно, все инновации, они базируются на достижениях науки, вот, и именно российских, да. И, конечно, еще как бы задача – это расширение пулу журналистов, которые пишут о науке. В одной из номинаций пятого этапа конкурса, который был посвящен СМИ, освещающим инновационную венчурную тематику, победу одержал работа о проекте «Экзоскелет». Это экзоскелет, то есть он еще не продается, он в разработке. То есть это скелет, который идет за тебя, он тебе позволяет переносить тяжести, он тебе может позволить, допустим, переносить 200 килограмм с собой груза, он себя усилит. В чем проблема пока экзоскелета? Что он, у нас у каждого самое вообще уникальное у нас у человека – это походка. У каждого человека абсолютно разная. Вот, и вот мозги должны научиться подстраиваться под походку, потому что если человек учить ходить по-другому, он не сразу сориентировать. Вот, в общем, у меня вот про такую, на самом деле, очень интересную разработку. Факультет журналистики МГУ также принимает участие в организации конкурса. Для нашего факультета продвижение науки посредством журналистской деятельности играет особую роль. МГУ для нас, особенно в этом году, стал достаточно важным партнером. Во-первых, многие из мероприятий, которые мы проводим как в рамках Текан-Медиа конкурса журналистики, так и для другого нашего важного проекта – коммуникационная лаборатория, они проходят на площадке факультета журналистики. Текан факультета журналистики входит в обучительский совет конкурса, и советы, экспертиза, экспертная поддержка, они, конечно, играют очень большую роль. Я думаю, будут играть еще большую роль в организации образовательной программы, которую, как я уже сказал, мы планируем существенно расширить в следующем году. В 2015 году планируется расширить тематическую линейку конкурса, чтобы еще больше журналистов своими работами смогли заинтересовать россиян новыми научными проектами. Дарья Фролова, Екатерина Лапук, Маховая 9. В жизни разные, в танцы равные. В Москве прошел международный фестиваль «Инклюзив Дэнс», в рамках которого состоялись первые в мире соревнования по уникальным танцам. В парах вместе с волонтерами выступили люди с ограниченными возможностями. Дуэт Геворга и Ирины образовался два года назад. На первый взгляд и не скажешь, что это инклюзивная пара. Синхронные движения безупречно выполняются в такт музыке. Несмотря на болезнь, Геворг учится в колледже, а все свободное время посвящает танцам. Каждая тренировка для него ответственное дело, а, как известно, терпение и труд – все перетрут. Это первое в мире соревнование по инклюзивному танцу. Его уникальность в том, что люди с разными видами нарушений здоровья встречаются на одной площадке на рамках. Но за кулисами, за всей красотой выступлений, остается очень большая работа. Это не только ежедневные тренировки, отработка движений, но и постоянное преодоление себя. Соревнования проходят по двум направлениям – спортивный больный танец и импровизация. Разделенные на два уровня сложности программы выступления очень насыщенные. Сюда вошли вальс, фокстрот, квикстеп, джайв, а также зажигательные латиноамериканские танцы. Он постоянно репетирует, рассказывает мне каждый день, что он танцует, что он все заучивает. То есть он всегда приходит подготовленным. Я ни разу не танцевала с Геворгом, чтобы он не знал там свою партию. То есть всегда он все знает. Сегодня Геворг намерен забрать, если не первое, так призовое место точно. Я верю в победу, верю в надежду и верю в удачу. Главное мне контролировать мои эмоции, успешно с Ирой мне танцевать, вести ее. И все у нас будет замечательно. Многие преодолели не только физические, но и географические барьеры. На соревнования приехали танцевальные коллективы из 10 регионов России, а также из Казахстана. Тамерлан и Хизар из Грозного занимаются танцами третий год. Они выступали на всех последних спартакиадах в Чечне. Хочешь жить, умеешь вертеться. Нам захотелось внести что-то новое. Мы видели в интернете, как люди в инвалидных колясках танцуют. И захотелось внести свою культуру, вложить часть своей культуры в танец и показать его. Бывают у нас соревнования, и можем выступить, чтобы себя показать и людей, чтобы им было приятно на нас смотреть, чтобы у них появился стимул. Знаете, есть же много людей с комплексами, а мы без комплекса как-то танцуем. И, может, этим мы поднимаем кому-то дух, сила, воли. Инклюзивный танец в первую очередь – искусство взаимопонимания. Он действует на людей с инвалидностью как реабилитационный метод. На фестивале они находят новых друзей, учатся помогать друг другу. Цель нашего фестиваля – помочь людям с инвалидностью найти новых друзей, привлечь новых партнеров к нашему фестивалю, к коллективам, которые занимаются интенсивным танцем. То есть сделать позитивное социальное действие, которое интегрирует людей с инвалидностью в наше общество. Основной ресурс – это волонтеры. Волонтеры от 25 до 45 лет, которые вкладывают свой труд в создание всего этого. И учат ребят танцем, танцуют в парах, организуют мероприятия, соревнования. Среди конкурсантов есть и совсем юные танцоры. Принять участие в состязании могли и дети, начиная с 6-летнего возраста. В номинации «Импровизация» ребята подготовили хип-хоп-танец. Все пары совершают удивительные вещи. Поразительно, например, как хрупкие девушки выполняют такие маневры на инвалидных колясках. Мне кажется, главное не воспринимать человека, который на инвалидной коляске, что это инвалид. Это такая же партнерша. Мне кажется, вот это главный момент. Общение возникает, тогда что-то получается. Когда общения нет, то ничего не получается. Профессиональное жюри наградило 13 танцевальных пар. Но, по словам организаторов, здесь нет ни победителей, ни проигравших. Ведь истинная цель фестиваля – научиться понимать и принимать друг друга. В знак этого судьи и все участники соревнований исполнили в конце совместный танцевальный флешмоб. Палашина Екатерина, Алдошина Инна, Хамицаева Зарина, программа «Маховая-9». На прошлой неделе гостьей журфака МГУ стала Дарья Веледеева, главный редактор известного журнала «Харперс Базар». Карьера Дарьи без преувеличений войдет в историю развития глянцевой журналистики России. Как эта девушка начинала свой профессиональный путь, узнали наши корреспонденты. Молодую хрупкую Дарью Веледееву по праву можно считать гигантом отечественного глянца. Уже в 9 классе она знала, что будет поступать на факультет журналистики. Закончив экстерном школу, Дарья стала студенткой первого курса в 15 лет, а в 17 она начала карьеру в мире глянцевой фэшн-журналистики. И он и Дарья приходилось не просто во взрослом коллективе, но она всегда прислушивалась к советам профессионалов. «Когда вы идете работать вообще куда-либо, особенно в журналистике, мне кажется, это очень-очень важно, вам нужно быть очень готовым к критике и воспринимать ее совершенно нормально. Но профессионально, если вам редактор 16 тысяч раз затвернет вашу замену, но при этом объяснит, чем она плохая, вы должны считать это самым большим подарком в своей жизни». В 21 год Дарья не побояла взять на себя ответственность за один из самых передовых журналов о моде. У нее напряженный рабочий график, и двухнедельный отпуск давно стал несбыточной мечтой. Но это не мешает любить свое дело и идти на работу, как на праздник. «Наверное, самый большой подарок, который у меня в жизни есть, это то, что я до сих пор, я 15 лет работаю в журнале, я хожу на работу с огромным удовольствием. То есть я на самом деле очень чувствую себя несчастной, когда из-за графика всяких командировок я, например, в редакцию долго не попадаю. Я так это обожаю». Дарья Валидеева подняла отечественную глянцевую журналистику о моде и красоте на новый уровень. Российские обложки «Харперс Базар» теперь используют многие зарубежные аналоги. А благотворительный проект журнала собирает миллиарды рублей на лечение больных детей. «Касательно черепи, мы этот проект никогда в жизни не прекращали, просто не столкнулись. В какой-то момент, в завершенном году мы провели два аукционы и суммарные, на которых собрали миллион, кому-нибудь сто тысяч евро. Ну, мы все понимаем, что мы не Афар, у нас не Пьерда Ледигарда, не панцевала Шернстоун, мы сделали это какими-то своими силами редакциями, которые я безумно благодарна». На встречу пришли не только студенты МГУ, но и выпускники других вузов. Алексей Шагау несколько лет назад окончил МГИМО и сейчас исследует рынок глянцевых журналов. Он верит, что будущее у печатных сми есть, несмотря на большую конкуренцию с глобальной сетью. «Палитра глянцевых изданий, она заметно увеличилась за последние годы. По-прежнему в метро мы будем видеть женщин, девушек с такими талмудами, которые так хочу все знать в мире моды. Поэтому, я думаю, будущее будет, наверное. Все-таки я сторонник больше и книги, и журналов. Приятнее чувствовать в своих руках что-то такое материальное, чем, наверное. Наверное, я в этом плане больше романтик, идеалист какой-то». Многие журфаковцы мечтают достичь таких профессиональных результатов в молодом возрасте. Но, как считает сама Дарья, формула успеха проста, и поймать свою птицу счастья может каждый. «Да начать рано работать. На втором курсе, на третьем, уже, мне кажется, самый поздний вариант начинать работать и точно не дожидаться окончания университета». По мнению Дарья, студенты, совмещая учебу и работу, имеют возможность использовать свои прекрасные теоретические знания на практике. Уже на младших курсах они могут определиться с тем, в какой журналистике и в каком СМИ работать. Многие жители и гости Москвы сетуют на то, что в столице совсем нет интересных кафе или ресторанчиков с изюминкой. Однако это не так. В Москве работает много оригинальных кафе. Одни отличаются необычным интерьером, другие предлагают авторские блюда, третий радует посетителей музыкой и сюрпризами. Тему продолжат Наталья Барсукова и Екатерина Якель. В самом центре, недалеко от Лубянки, находится кафе «Деду». Прохожие сразу замечают большие окна заведения, а когда заходят внутрь, обращают внимание на необычный интерьер. Абсолютно все стены кафе «Деду» практически до самого потолка обклеены пластилинными фигурками, которые посетители лепят после того, как приходят в кафе. В 2010 году кафе прославилась пластилиновой джакондой, которая попала в Книгу рекордов Гиннеса как самая большая и единственная в мире пластилиновая репродукция «Мон и Лиза». В изготовлении шедевра участвовали более полутора тысяч человек. В центре зала висела реконструкция джаконды черно-белая, лежали много кусков пластилина, и всем гостям было предложено нести какой-то свой такой бросок, да, вообще в создание этой картины. Все это курировал Ника Сафронов, и в итоге была проведена такая масштабная операция, было приглашено много прессы, звезд, и это все уже сняли, красиво получилось. В кафе приходят люди абсолютно разных возрастов, интересов и специальностей, но их всех объединяет любовь к искусству и огромное желание вернуться в детство. На самом деле чудесно, я довольно давно, сколько, два года я живу в Москве, и примерно около двух лет я сюда периодически заглядываю, и джаконды до сих пор не дают мне жить спокойно. Каждый уголок этого заведения рассказывает историю сотен людей, оставивших свои пластилиновые поделки на радость другим посетителям. Чего здесь только не увидишь. Имена, сердечки, названия городов, просто смешные фигурки и даже признание в любви. Мы тоже решили внести свою лепту в дизайн заведения. Благо, что для этого достаточно лишь фантазии и пары рук. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Кафе предлагает блюда традиционной кухни. Средний счет составляет 1000 рублей. Заведение открыто для посетителей с 12 часов дня до 6 часов утра. Наиболее близким по духу студента нашего факультета является кафе Жирфак, которое находится недалеко от метро Кропотвинская. Примечательно, что владелец кафе сам окончил факультет журналистики МГУ, поэтому заведение и получило такое название. Кафе Жирфак тематическое. В нем все пропитано духом студенчества и журналистики. Например, меню выполнено в форме дипломной работы, а счет приносит в зачетной книжке. Интерьер кафе отражает настроение Жирфака. На стенах черно-белые фотографии, которые демонстрируют историю факультета. На самом видном месте фото президента Жирфака Ясина Николаевича Засурского. На полках расставлены книги советского времени, винтажные печатные машинки и фотоаппараты. Кафе Жирфак напоминает небольшой музей факультета и журналистики советского времени в целом. Особо стоит отметить меню. В нем есть раздел «Ностальгия. Возвращение в СССР». Посетители могут заказать знакомые блюда советских времен и вспомнить вкус своего студенчества. Замечательное меню. У нас есть раздел в меню «Ностальгия», где вы найдете яйцо с майонезом и зеленым горошком, сосиски, и килька в томатном соусе подается в баночке. То есть, прям студенческие замечательные. У нас на Жирфаке продается до сих пор яйцо с горошком. И у нас продается яйцо с горошком. У нас меню, чем мне лично очень нравится, то, что оно на любой кошелек. Можно скушать замечательные домашние пельмени за 250 рублей, прекрасная порция, и очень насытится. Можно скушать свиную вырезку, под соусом или говяжью вырезку под соусом, шашлык, который у нас на живом огне готовится. Кухне уделено очень большое внимание, потому что зрелище это прекрасно, но должно быть вкусно. Заведение универсальное. Оно понравится как студентам, так и людям более старшего возраста, которые пришли скоротать вечер и поностальгировать. Каждую среду здесь проходят музыкальные вечера, на которых посетители могут вживую послушать различных исполнителей. Например, сегодня в жирфаке выступает швейцарский джаз-бенд. Как у любого заведения, у кафе «Жирфак» есть свои интересные истории. Девушка пришла к нам и попросила, чтобы мы выписали, как она хотела предоплатить обеды своей бабушке. Бабушка стала плохо кушать, она уже старенькая. А ей в жирфаке нравится. И она пришла в жирфак и попросила, давайте я вам все оплачу, вы выпишите мне талоны, я их выдам бабуле, чтобы она ходила к вам кушать. И бабуля ходила к нам каждый день кушать. Двери жирфака открыты для всех с 9.30 до 11.00 вечера. Средний счет составляет от 500 до 1500 рублей. В следующем выпуске мы продолжим рассказ об интересных кафе-столице. Наталья Барсукова и Екатерина Якель специально для студенческого телеканала «Маховая-9». На этом у нас все. Мы напоминаем, что это была программа жирфака МГУ «Маховая-9» специально для канала «Просвещение». В студии работала Анна Хаирдинова. Увидимся через неделю. До свидания. Продолжение следует...